ребят всем огромный привет с вами серега стилов это новая серия стилов daily добро пожаловать наши видосы ставьте лайк авансом прямо сейчас и мы начинаем и начинаем эту прекраснейшую серию сразу сочи с grounded сегодня первый день мероприятия суббота вчера были всякие подготовления заезд участников пятницу здесь на самом деле очень крутая площадка очень крутая локация по моему последний раз я был здесь в девятнадцатом году как раз таки grounded проходил здесь же на русских горках это комплекс трамплинов и здесь самое главное что есть несколько площадок для стендс тусовки для выставки и также здесь есть горная такая дрифт трасса для дрифтеров ну и мы собственно находимся в тех парке на самом верху здесь достаточно много участников кто именно дрифтит но и мы со сливой конечно же расположились у наших самых крутых друзей в сочи это команды сайт мастер спасибо им огромное приютили нас прям в палатке вообще четко стоим поэтому огромный респект я приехал без механиков нас такой выезд как вы поняли не совсем соревновательный поэтому мне помогут по механическим вопросам ребята из сайт мастер с ателья как раз мне будет помогать поэтому здесь в этом плане тоже все четко слива чувствует себя хорошо я получается на ней проехался с адлера досюда и здесь доехал буквально до мойки реально до мойки помыли машину и все как вы помните из последних видосов есть у нас вопрос по мотору но я очень надеюсь что эти два дня по катушек пройдут очень хорошо а в питере уже разберемся сейчас пока все нормально она правда конечно же по температуре немножечко греется особенно по антифризу но мне кажется это все из-за местного воздуха что мы просто ехали у нее температура была под сотку но я думаю что это вполне нормально посмотрим разберемся по резине у меня значит триангл я сюда привез ну прям отправил из москвы 14 покрышек триангла еще с собой привез вот диски как раз отправлял поэтому я надеюсь что по резине на два дня мне хватит будем кататься на самом деле на ну по планам на малой мощности на 460 силах на бустофе конечно же пару раз дадим на 600 плюс силах посмотрим как это крутится все но мне кажется 450 сил будет вполне достаточно чтобы прокрутить 235 триангл я думаю это будет на изи поэтому так вот готовим сейчас машину принципе чет ее готовить номера сняли протерли полки как обычно и все сейчас поедем будет сначала парад участников я так понимаю но потом уже дрифт по катушке сразу вам скажу что здесь не соревнования ничего здесь просто дрифт по катушке насколько я знаю и соревнования будут конечно залетим но вряд ли вроде как здесь просто собралось очень много стильных тач по мощности они где-то все я думаю 300-400 сил в основном будем кататься наслаждаться дрифтом и и Субтитры делал DimaTorzok Прошел парад, но он был такой, очень быстрый, все проехались вниз-вверх, я попробовал немножко дать бочком, я же еще нормально не давал на ней бочком, если честно, на новой турбине, на трианглии. И понимаю, что, конечно, машина, но она без антилага, хотя он есть. У нас есть лайтовый антилаг, который работает со стоковой ГБЦ. Скорее всего, буду ездить с ним. Почему? Потому что до 3000 оборотов, да даже до 4, просто пустота. А потом резко начинается мощность. Сейчас всех делят по группам, там по 10 машин и будут как раз катать, наваливать. Очень хочется уже весь этот процесс посмотреть. Вы видели, какое количество реально крутых машин, стильных, красивых. На Клинлуке кто-то, кто-то на Ливреи, кто-то очень низкий, сверхнизкий, кто-то там повыше. Они все приехали сюда с разных городов в основном. И все приехали реально катать, кайфовать. Ну, естественно, всех заставили одеть одежду. Это у нас рукав, чтобы был, кроссовки и штаны. Не знаю, у нас пока не гоночные, но пока меня не выгнали. Также подходят подписчики. Общаются, как обычно, фоткаемся. У меня тут сегодня организована автограф-сессия на стенде ВК-музыки. Она будет вечером. Будем раздавать ребятам очень крутые эксклюзивные карточки, которые будут только здесь. Поэтому спасибо от ВК, что как раз-таки поддержали мою поездочку. Также у меня несколько партнеров по этому мероприятию. Одни из них, это, конечно же, сам Grounded. Тоже меня поддержали, пригласили как основного гостя. Это тоже очень-очень приятно, потому что изначально, когда я давным-давно ездил сюда в 17-м году, знаете, был просто как участник, а сейчас уже, знаете, как приглашенные гости. Это, конечно, радует. Ну и, естественно, также меня поддержали в поездке. Это мои партнеры с РДС. Это Фрэш, первый автомобильный маркетплейс. Вот здесь автомобилей много, они здесь все красивые, тюнинные, но когда-то они были стоковые, когда-то они были заводские. И если вы хотите начать всю эту движуху, построить себе тачку, то выбирайте из 15 тысяч вариантов по России проверенных автомобилей на сайте Фрэш. Ну а потом делайте из них красивую тачку, приезжайте сюда и забирайте все призовые места. Ну или просто катайте дриптить. Ссылка, кстати, естественно, она будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ребят, сделал несколько проездов, пощупал трассу, но сразу, как я уже и говорил, турбинка побольше, турбинка такая же, как на SX, ехать сложнее, особенно с малых оборотов, надо ее прям разгонять. Но с антилагом, который настроил Семен, лайтовый антилаг, такой прямо, который не хлопает, но поднимает турбину. С ним вообще ехать одно удовольствие. Сделал буквально сколько, три проезда, по-моему. На втором проезде воткнулся задним колесом то ли в какую-то канавку, то ли еще во что и просто пробил заднюю покрышку. Сейчас покажу. Мы сняли мои ворки, потом их перешиним. Вот, собственно, вот прям дырка. Новый триангл, просто дырка. Катаю, кстати, на буст-тофе. Ну, мощности хватает. Следующий проезд, еду за сливой, белой. Перекладываемся. Спарно уже решили попробовать. И я понимаю, что не дотягиваю, меня вовнутрь тащит, меня разворачивает. Точнее, я разворачиваю, чтобы так сейвить. И заскакиваю на поребрик. Ударился передним колесом, думал, что все, капец с рычагом. Посмотрели сейчас всю подвеску, все в порядке. И на удивление мне повезло. Удар пришел чисто на шину. Поэтому подкачали колесо, потому что шину отвело немножко от диска. И сейчас дальше поедем. Вот сейчас у нас будет парад участников. Тогда была какая-то репетиция парада. Сейчас, видимо, парад. Поэтому сейчас погоним, бампер поставим. Я надеюсь, он целый, кстати. Я так на него не посмотрел. Осмотрим бампер. Вот только здесь получается немного. Так нормально все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... День проходит просто очень жарко. Во-первых, конечно же, сочинская погода. Не знаю, плюс 30, наверное, в горах. Плюс машине, конечно, достается именно по температурам. По температуре вкуска, я думаю, она нагревается нехило. По воде у меня постоянно после каждого проезда 100 градусов. По маслу 110. Хорошая проверка для нашего партнамбер 710-2050. Но я думаю, с ним все в порядке. Слива ведет себя хорошо. Мы делаем проезд, охлаждаем ее водой, пока в очереди стоим. Максимально еще стравливаем лючок бедзобака, потому что там за один проезд просто хоть давление. Стравится он, наверное, секунд 20. Ну и, собственно, дальше катаем. Сейчас снимали небольшие видосы для ВК. Именно они, кстати, одни из партнеров, главных партнеров и мероприятия, и моего сюда приезда. Поэтому им огромное спасибо, респект. Как вы помните, у меня тоже есть группа ВКонтакте, которая называется Steel of Daily. Ссылка всегда есть в описании. Присоединяйтесь к паблику, там очень много всего интересного. У меня уже буквально через минут 40 будет автограф-сессия. Как раз там на стенде мы с вами, естественно, туда переместимся. Я вам покажу карточки, которые мы подготовили. Я думаю, будет очень много народу там, потому что в целом здесь народу очень много. Особенно, когда едешь по конфигу, народ стоит, кричит, блин, это так приятно, это так круто. И когда спускаешься спокойненько, я всегда сливой хлопаю, чтобы она бам-бам-бам разрывала. Спасибо Семену, что настроил такие хлопки прикольные. В принципе, по демейджам, пока ничего такого не было, каких-то курьезов. Меня сейчас развернуло, но там парни меня отсейвили. Спасибо большое, вот Кирюха, который ездил на Сильвии, просто отсейвил там, как батька. Я думал, сейчас все, вот так вот будет тройничок жесткий. Ну, в принципе, что, опять же, ребята катают без остановки. Пойдемте покажу, как ведет себя шина Триангл. Я что-то уже забыл про Триангл. Да, это мыло полное, но я катаюсь на нем целый день. Я сделал, наверное, проездов 10. И мы поменяли сейчас колеса на наши красивые ворки. И вот, шина просто как новая. Я катаюсь сейчас на 460 сил. Реально, как новая. Я в афиге с Триангла. Чтобы вы понимали, вот это с топки моего Триангла. Я думал, что, ну, шинка будет почаще. Чувствую, мне надо было брать 4 колеса, их бы хватило. Ну, а сейчас машину зарядили на ворке. Парни переобули здесь на шинке. И будем дальше катать на стиле. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ребят, только что у нас была автограф-сессия на стенде ВК музыка. Вот там вот такой вот симпатичный стенд у ребят. Огромный им респект, во-первых, что поддержали меня здесь. И, конечно же, респект вам, всех, кто здесь был. Мы целый час, даже больше, фоткались просто без продыху. Подготовили специально для Grounded вот такие вот прекрасные карточки. Там узло уже заиграло, я не знаю, слышно, не слышно. Пойдемте наверх. Что я вам хотел показать? Вот эти прекрасные карточки, которые мы сделали вместе с ВК. Нарисовал наш художник, который, кстати, рисовал и принт с наклейкой Лавра, который продается на stiloftstore.ru. Здесь слива, горы. Короче, все, как сегодня. Сегодня, на самом деле, отлично покатались. Что я там, примял диск жестко. В принципе, что, у меня бампер отлетал. Мы парно катались со сливами. Все прям тусовка, 4 сливы, 15. Вот ради таких моментов надо приезжать на Grounded. Я катал на все бабки, поэтому ничего там не сейвил вообще. Просто газ в пол всегда. Даже если меня разворачивает, либо куда-то тащит, я просто газ в пол и еду дальше. Либо не еду, и меня останавливает поребрик. Но там просто было нельзя сейчас останавливаться, так как сзади меня ехали парни. Не хотелось их подставлять, поэтому я проскользил по поребрику и поехал дальше. Фотосессия, кстати, прошла очень круто. Реально много народу было. Нарасписывался, нафоткались. Ну, все, как обычно, в принципе. Первый день Grounded подходит к концу. Здесь уже мероприятие закончилось. Сейчас и мы пойдем в техпарк. Там Илья вроде как подлатал, надеюсь, машину. Наверное, прикрутим тренировочные диски и будем на них катать. Но, с другой стороны, я посмотрю сейчас по демейджам на наших полках. Я очень надеюсь, конечно, в Питере их восстановить. Ну что, ребят, пришли в техпарк. Пойдемте посмотрим на диск. Так, ну да, нормально. Прилип по поребрику. Ну, кстати, что думаешь, Илья, он поедет дальше или нет? Докладывайте тебе обстановку. Докладывайте обстановку. Шеф, по подвеске миллиметр в миллиметр все. Идеально. Идеально? Прямо. Машинка заправлена. Ага. Блок розжига поменен. Ого. Все, фары горят, бампера висят. А так сливы сегодня нормально откатало. Да, как я говорил, она грелась, конечно, после каждого заезда. Просто безумно. Но здесь такой воздух. Во-первых, температура воздуха. Во-вторых, горы. Во-вторых, вот этот вот, не знаю, сжатый воздух, что-то как его назвать. В тачке здесь практически все греются. Моя слива не исключение, потому что она в Питере. Это, в принципе, несколько проездов, и она как бы нагрелась. Здесь она с одного проезда реально нагревается. Ну и триангл не стирается, поэтому шин сегодня было не потрачено нисколько. Завтра на них же будем катать. Такой, знаете, спокойный, приятный вечер в техпарке. Атмосфера ремонта у некоторых. У меня вот точно шиномонтаж, тут кто-то делает, кто-то просто чилит. В общем, вот в такой вот обстановочке мы подводим этот ролик к концу. Ребят, огромное спасибо, что его посмотрели. Сегодня реально был насыщенный день. Надеюсь, насыщенная серия. Мы все соскучились по этому горному дрифту. Дрифту for fun, без соревнований, без всего. Ну, я здесь, можно сказать, и кайфую, но в то же время и работаю, потому что у меня есть всякие обязательные программы, например, от ВК, от Граунда, да. Спасибо всем моим партнерам, кто меня привез сюда. И, конечно же, спасибо вам, всем, кто поддерживает мою движуху, покупает наклеечки коллекционные с лавром. Много народу подходило с ними, я их подписывал. Реально приятно, особенно когда у кого-нибудь пачечка, так из трех-четырех. Так это вообще очень приятно. Ссылка будет в закрепленном комменте, в описании. Переходите, очень удобная оплата, покупаете наклеечку, и вы становитесь участником конкурса на Лавра. Скоро он достанется одному из вас. Также подписывайтесь в Телегу, сюда почу все самые свежие новости из Сочи и вообще со всех движух. И с вами был Серега Стилов. Стройте тачки, тренируйтесь и до новых встреч. Людей с какими редкими именами вы встречали в жизни, и кто были эти люди? Серега Стила, пробный тип, давно за ним наблюдаю. Классный чувак, желаю удачи в РДС. А ты знаешь Серегу Стилова? Серега, а как Стила? Серега Стилов. Скажи, стилочка в описании. Просветание в твоей сфере любимой. Да, все. Немного о Сергее Стилове. Хороший пилот с улиц страшной страны. По-настоящему, я скажу так, икона уличного дрифта в стране. Чтобы машина не ломалась, Сильвия, 15-я, топ. Когда он дрифтил, тут у меня аж прям мурашки, голос с дыбом. Скай усы не сбривает никогда. Это прям его фишка. Значит, чтобы банки росли и компрессия не кончалась. Чтобы меньше цеплял бомберов, чтобы больше выигрывал на соревнованиях и чтобы не стучал редуктор. Давай заново. Вот и он вспомнил сливу, вот и сделал.